Всем привет! Сегодня у нас в обзоре интересный советский рубль Низами Гяндживи, 850 лет. Монета посвящена 850-летию со дня рождения Низами Гяндживи, азербайджанского поэта и мыслителя. Выпущена общим тиражом 2,5 миллиона штук, в том числе 100 тысяч улучшенного качества и 250 тысяч в качестве проф. Характеристики монеты. Медно-никелевый сплав, диаметр 31 миллиметр, масса 12,8 грамма. На реверсе монеты слева портрет поэта за работой, справа от него в две строки надпись 850 лет, а еще правее вдоль внешнего ободка монеты надпись витыми буквами Низови Гяндживи. Цена монеты в Украине составляет на данный момент до 50 гривен. Это если вы зайдете, посмотрите на аукционах. Если выставлять на обычные интернет площадки, то там вы увидите ценники 70, 80 и выше. Если такая монетка будет в запайке, то можно выставлять около 100 гривен. 110-120. Низами Гяндживи. Азербайджанский поэт и мыслитель, который более известен под псевдонимом Низами. К сожалению, нет точных биографических сведений про этого автора. Все, что мы можем узнать, это жизнь поэта из его произведений. Читая стихотворения поэта, можно предположить многое, однако никто не знает и никто не может подтвердить точные данные. Место рождения автора сначала считали город Кум, центральный Иран, а позже город Гянджи. Сейчас биографы склонны считать родным городом Гянджи. Скорее всего, семейным ремеслом была вышивка, однако Низами не пошел по стопам семьи, сделав выбор на литературном поприще. Из произведений Низами предполагается, что родители скончались довольно рано. И сам поэт воспитывался дядей по материнской линии. Выходец из бедной семьи Низами был очень умным человеком. Он знал несколько языков, а также имел познание в медицине, богословии, мифологии, эзотерике, музыке и многих других дисциплинах. Низами был уважаемым человеком в городе Гянджи, где у него была возможность стать придворным поэтом. Однако автор не стал менять свою свободу на почести, которые и без того у него были. Творчество Низами дало толчок для развития литературы Ближнего Востока и Средней Азии эпохи Средневековья. Ну вот такой замечательный человек и монета, посвященная его жизни, его творчеству, у нас сегодня в обзоре с вами. У меня было много подобных юбилейных рублей таких. И в каждом обзоре я говорю, особенно для начинающих нумизматов, то что я рекомендую начинать вот с таких недорогих монет, рублей. И заодно тем самым вы попробуете, ваше ли это направление нумизматика. Монетки недорогие, как раз аукционы в этом вам очень хорошо помогут. Так как цены, я считаю, на данный момент 47 гривен, то что я посмотрел ценники на них. Такие последние проходы, это очень низкая и доступная цена. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!